Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007! Добро пожаловать в космический бой! Именно так называется эта карта для Старкрафт 2. Мы находимся где-то в глубоком космосе. Посмотрите, какая красота тут вообще творится. Какие звезды на заднем фоне, такое красивое звездное небо, которое куда-то уплывает. Какие-то обломки астероидов, все прям вот по канонам научной или околонаучной фантастики. Ну и самое главное, на этой космической карте есть золотые минералы и газ, причем расположены они на островах. Так что поставить здесь здание будет вообще невозможно. Ну а можно ли в принципе как-то добывать эти ресурсы, мы разберемся немного позже. Что вообще происходит, как мы оказались на этой карте и почему счет 3-1? Все, дело в том, что это, друзья, такое себе продолжение наших недавних сломанных игр. Потому что играют на этой карте Liquid Trademark, он же U-Thermal. Синий тиран в правом нижнем углу. И слева сверху Shopify Rebellion Hearthstone, красный протест. Да, Hearthstone у Thermal и, как вы помните, в основном эпизоде сломанных игр у Thermal одержал победу со счетом 3-1. Что будет здесь, что будет происходить в сегодняшнем ролике, сколько будет игр. Давайте все это пока останется легким сюрпризом. А посмотрим мы лучше, что будут вытворять в этом космическом бою Hearthstone и у Thermal. Потому что карта своеобразная не только потому, что здесь есть какие-то там острова далекие с ресурсами. Здесь вообще много всяких приколов. Ну, начнем с того, что карта полуостровная. То есть вот у вас есть главная локация, рядом кармашек. Вот есть третья база, есть четвертая. И от всего этого один единственный проход. Узкий мост, который ведет к центральной части карты. Центральная часть карты это еще раз, два, три полноценных локации. Плюс есть нормальный остров, который реально взять с богатым газом. То есть на вашей половине карты семь локаций, плюс одна островная. То же самое, естественно, на половине карты соперника. Но помимо этого в центре, прямо вот на этих узких площадках размещены две базы с золотыми минералами и богатым газом. И Hearthstone вновь собирается занимать именно локацию на золоте. Почему вновь? Прекрасно помнят те, кто смотрели сломанные игры. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Вот особенно второй сет на Дюне там был максимально интересен. Тут, кстати, тоже кармашек такой любопытный. Ты сначала спускаешься вниз как бы на натурал, только потом на эту базу заходишь. То есть прямого доступа с мейна на эту локацию нет. У Thermal вообще полетел вперед бараком, думая, что у соперника будет пассивный опенинг. Или, может быть, даже не осознав, что здесь есть мост, что карта-то не островная, а полуостровная. Hearthstone пытался выманить мин, куда адепта не удалось. Но и без этого пока начало для процесса просто бесподобное. Он адептом и оракулом, опять же, как и на Дюне, очень активно харасит соперника. Наносит ему экономический урон. Заставляет и рабочих срываться. И все-таки трех ACV удалось забрать. И тут еще адепт никуда не делся. А самое главное в это время здесь, что происходит. Здесь уже готов Nexus, господа. Сюда уже пошел рекол пробок. У Thermal удалось лишь сейчас поймать адепта. Ой, а продолжение какое. Tempest заказан у Harstom. У Harstom дома флитбикон. И Терн, кстати, своим бараком, ну, должен был, наверное, заметить флитбикон. Сейчас прямо мимо этого Старгейта пролетит медиак с минами. И вот тут тоже интересно, будет ли пытаться у Thermal просто поймать этого Tempest. Нет, 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 наоборот. Он решил облететь его вот такой широкой траекторией. Напомним, рекола сейчас нет. Он на кулдауне у Harstom. Ситуация очень интересная. Уже в самом начале игры тут ничего не понятно. Потому что, во-первых, билдордеры такие достаточно оригинальные. Ничего себе, в прокси Старгейт с Tempest. Там с Нексусом на золоте поближе к половине карты соперника играет Harstom. И второй Нексус на золоте ставит протас. А Терн играет в дроп мин, и дальше он пойдет в маст циклонов. Тут барак еще прилетает, так чисто повисеть за компанию. Мины высаживаются Harstom. Поздновато отреагировал и не очень здорово пробок отводил. Но одна мина зато в холостую взорвалась. Зато для Harstom, естественно. И поэтому по итогу тут все закончилось, наверное, довольно неплохо. Для протаса могло быть действительно хуже. Количество рабов одинаковое. Но добыча, сами понимаете. Добыча, естественно, очень сильно должна быть в пользу протаса. По газу мы это видим. По минералам, да в принципе, тоже там потихоньку начинает протас передавливать. Здесь просто улетает куда-то очень далеко у Термола. А тут прилетает Tempest. Tempest, который начинает мешать у Термола добывать на второй базе. Есть циклоны у Термола. Но обратите внимание, они не поехали бороться с этим циклоном. У них какая-то своя задача. Они объединятся с этим медиваком с минами. И попробуют ворваться в лоб. Здесь циклоны пока просто атакуют пилоны. А медивак врывается прямо в минеральную линию. У Харстома уже здесь пошла высадка мин. Две мины удалось высадить. Они агрятся в свою очередь на двух пробок. И вроде бы здесь нормально разрулил такую не самую простую очевидную ситуацию у Термол. Трейдмарк высаживает еще одну мину. И здесь разменял он суммарно две мины на четырех пробок. Но Харстом продолжает очень активно выкачивать золото. У Термолу, наверное, придется с этим что-то делать. У него четыре циклона. Четыре циклона против трех темпестов. Но это не выглядит как хорошее сражение для Терна. Особенно с учетом того, что здесь батарейки. С другой стороны, конечно, апгрейд на урон. От этих циклонов может работать очень здорово. Посмотрите, что они вытворили. Вот это да. И даже не добил в итоге циклона. Своими темпестами Харстом. Там два циклона на красный ХП. Здорово, расконтролил у Термол. Хорошее начало для Марка. Начало вот этих сражений. Но, конечно, Харстом продолжает выкачивать просто немыслимое количество денег. Посмотрите на добычу Протаса. Добыча у Протаса колоссальная. Он два богатых газа добывает. И сколько тут суммарно? 12 богатых минеральных кристаллов. Они, конечно, не полностью раскачаны. Пока оно все равно выглядит страшно. Тут у Термол думал было высадить мину. Особо не получилось. Снова подъехал с циклонами. Продамажил пилон. И, ну, мина... Ох, как! Как обидно! Мина пробку взорвала, а сплэшем убила собственный медивак. Вот это, конечно, отстой для у Термола. Лимиты примерно равны. Марк ставит здесь базу. И здесь тоже ставит. Вот здесь не будет. Это понятно. Потому что это под носом у Темпестов. То есть сразу пятую, получается, берет у Термол. На острова пока никто не претендует. Циклоны вернулись домой. Сейчас просто масс циклонов с трех Фэк 3 строит у Термол. Но вот единственный игрок, который мог бы сыграть в таком стиле, просто строить одних циклонов против Протоса, это Аверс. Вот. Мех Теран может таким образом открыться. В том числе против Строгиитового Протоса. Но тут-то вроде как у Термола не планировал. Может быть, в мех играть его заставили. Зато сейчас у Термол просто порвал этих Темпестов, как Тузи Грелку. И еще Грелку не которая, воидрайв, я замечу. Собаки обычно воидрайв не убивают. Еще командный центр-то выжил. Мне кажется, кстати, Харстом прям сильно ошибся, когда не сделал Грейт на урон по зданиям этим Темпестам. И в итоге достается один-единственный Оракул при поддержке пробок. Вот, правда, Шилдбет Тревер Чарж вообще такую работу проделывает. Всех отхилила супер-батарейка. Реально, всех. Все, что можно, отхилила батарейка. Пробки окружают Темпестов еще... Не Темпестов, а Циклонов. Еще Темпесты подошли. И нормально так внезапно отпихивается Харстом. Протоса Пифай Ребеллион только что был, на первый взгляд, в ужасной ситуации. Но за счет того, что здесь узкий проход, реально даже пробки нормально повоевали с Циклонами. Хотя бы пара Гелионов, если бы была, то тут был бы, наверное, совсем другой разговор. Термал продолжает так аккуратно подъезжать. Пытается наносить урон. Харстом потерял суммарно 27 пробок. И ситуация вообще внезапно такая, достаточно приятная для Терана. Сколько? Аж 5 Старгейтов успел поставить Протос. Причем на разных базах. Один здесь, один здесь и три на мейне. Циклоны вцепились в пару батареек, забрали их. Но я не понимаю, почему Темпестом Грейт на урон по зданиям не делает Харстом. Он был бы максимально полезен. У Термала уже 4 полноценных базы. И он добавляет кучу Старпортов. Так. Тут пошли карьеры. Делаются апгрейды на воздух в двух кибернетках. И еще Роботикс добавляет Харстом. Выглядит так, как будто сейчас оба игрока будут в масс-воздух перестраиваться. И это может быть уже похоже не на Дюну, а помните на островную карту Прайм Лайлс, на которой тоже играли Харстом и Термал. Но давайте, наверное, не спешить с какими-то прямыми аналогиями. Потому что здесь дальше могут быть и совсем другие сценарии. Да, 5 Старпортов одновременно в заказе у Терана. Это, конечно, серьезный переход. И 91 СВ тут прям полностью раскачаны 4 базы. Вообще целиком и полностью. Харстом потихоньку выкачивает золото. Да, видите, некоторые кристаллы тут уже на грани. На грани того, чтобы быть высосанными. Эмпесты все еще без апгрейда на урон по зданиям. Но, честно говоря, даже без этого апгрейда они действительно могут спокойно тут полетать, что-то посмотреть. Харстом пытается понять, как это так, что именно этой локации нет. Но реально именно ее-то и нет. Ой-ой-ой, а тут циклоны просто в лоб пришли. И Nexus фокуснули. И Шелдбет Реверчардж Харстом включил. А фокус по Nexus не включил. Как так? Так, в холостой отработал Шелдбет Реверчардж. Зато! Темпесты начинают тем временем выбивать орбитальную станцию на натурале. И у термал, видя это, просто нагло наступает. Потому что понимают, что раз не будет здесь темпестов, то можно попробовать повоевать с войском процесса. Нет, уже нельзя. Снова неплохо отработали батарейки. И циклоны были вынуждены отступить. Темпесты возвращаются. Харстом восстанавливает здесь Nexus. По 12 викингов тем временем строит у термал. У него 6 трапортов на реакторах. Вот это да! Тут наконец-то заказал Харстом этот апгрейд. Он и без него уничтожил экономику у термала на натурале. А у термал уже высадился на острове. Посмотрите, какая экспедиция на острове. Который, в принципе, действительно выглядит максимально доступным. Здесь есть богатый газ. Который тоже, наверное, пригодится терану. Теран делает двойные апгрейды на воздух. И апгрейд на скорость изменения режима. Скорость трансформации для викингов, холбатов и торов. Этот апгрейд, безусловно, массу викингам пригодится. Если им придется воевать против земли. Потому что дизрапторов еще добавляет Харстом. Смотрите, что делает Харстом. Он заранее выпускает интерсепторов. Не боясь атаковать свой Нексус. Для того, чтобы теперь интерсепторы все дружно сагрились на циклонов. Потрясающая работа от Харстома. Он видите, как сильно пробил Нексус. Все для того, чтобы все интерсепторы вылетели. А потом быстро переключились на юнитов соперника. У термал до последнего не показывает своих викингов. Он согласен отдать даже эту базу. Там еще, да, делались эти тектонические дестабилизаторы. Да, теперь у темпеста в огненный снаряд. С бонусным уроном по земле. А у термал не палится. У термал не палится. У него 24 викинга. Сейчас вылетят еще 8. И только сейчас вырывается у термал. Начинает разбирать карьеров. Как раз хватает викингов на ваншот карьерам. Я не знаю. Может он просто знает, сколько их нужно. Очень здорово. Он прям всех карьеров ваншотнул. И несмотря на то, что казалось, что Харстом идет заканчивать игру. Термал разбирает воздух соперника. В красивейшем стиле тут догорают старпорты. Нет, Марку надо срочно эти старпорты починить. Он не успевает отреагировать. Явно занят чем-то другим. Сейчас у термал. И этот старпорт сгорит. Здесь прилетел темпест, который просто за выстрел выбивает рабочих. 17 убийств у него. Что? Это прям все были СВ. Это реально все были СВ, мне кажется. Ну ладно, может быть не все. Но прям в большинстве своем викинги тем временем куда врываются? Врываются на эти производящие мощности Харстома. Викинги летят дальше. А чем их останавливать? Есть один иммортал и четыре разбросанных по карте карьера, а один дизраптор. Все. Больше ничего нет. Викинги дальше летят. Они видят эту локацию. Они на ней не останавливаются. Здесь не взял еще свои родные базы Харстом. Он предпочел вот отжать базы, которые были в центре карты. Викинги летят дальше. Преследуют этих карьеров. Здесь просто заказывает сталкера в арб-гейте. Харстом не в арб-гейте, а просто в гейте. Понимаете? То есть ему еще делаться нужно будет куча времени. Одному несчастному сталкеру карьера пытается повоевать с викингами. У викингов грейды 1-1. А у Харстома уже 2-1-1. У него грейдам все намного веселее. Тут викинги приземлились на золоте. Какой-то хаос просто по всей карте. Тут пробки что вообще забыли на половине карты у термола. Жесть какая-то происходит. Наверное, уводил их со своей локации куда подальше. Харстом у термола отжал всех карьеров. Просто всех. Один несчастный батон здесь остался, но в него тоже уже вцепился циклон. Он тоже никуда не уйдет, поверьте. Все. Все кончено по карьерам. Тут внезапно до заказ кучи в арбге и то от Харстома. Харстом перестраивается в землю. Против циклонов и викингов играть с масталкерами без блинка. Мне кажется, это еще хуже. И у термола сейчас должен все это просто разорвать. Тут, правда, дизрапторы парой имморталов подошли. Это может быть другой разговор. Но викинги отработали. Ваньки встаньки. Все четко выстрелил дизраптор. Викинги в воздухе. У дизраптора на кулдауне. Викинги на земле и начинают расстреливать сталкеров вместе с этими циклонами. Продолжает свое наступление через центр карты у термола. Он просто игнорирует эту базу. Пытается сразу развить наступление. Полностью выбить соперника с центра карты дома. У термола должен восстанавливать локации. Но один командный центр не строится. Он за темпом этой игры просто не успевает ничего сделать. Здесь профокусил у термола. Шикарно дизраптора. Но дальше, похоже, он считает, что не справится с этими тремя имморталами. При поддержке сталкеров прям агрессивно дозаказывается. Доварпывает себе в атаку Харстом. У Харстома грейды на земле. Это всего лишь плюс один на атаку и плюс один на щиты. Но это не мешает ему наступать. Здесь готов драться циклонами и викингами. У термола он перестраивается. В дозаказе пять танков правильный вариант. Для того, чтобы перестроиться в классический механический лимит. Конечно, если бы тут была, например, куча чардж зилотов, мне кажется, Марк был бы бедный. А так у него есть все шансы нормально отбиться. Потому что там даже блинка нет. Там просто голые сталкеры и голых зилотов. Доварпывает Харстом. Он в такую полуулыновую атаку идет. Хотя, казалось бы, 77 пробок какие-то мулыны. Но действительно, доварпывает медленных зилотова. А на что еще, простите, может рассчитывать протас именно на такую атаку? Но там уже и танки разложились, и викингов куча. Вынужден отступать. Вынужден спасаться бегством Харстом. Нет. Подходит дизраптор. Дизраптор стреляет. Викинги снова своевременно встали. Подставили немного танк. Но плевать на этот танк. Все, 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 все. Вынужден спасаться бегством Харстом. Харстом, правда, успеет здесь еще немного подобывать. Он включает шилдбетри оверчардж. У термала продолжает давление соперника. На этот раз с масс-танками великолепная ситуация. Для у термала, но здесь мешает ему зилот. И нормально добывать неприятно. Зилоты сейчас быстренько умрут от этих циклоновых викингов. Тем не менее, на какое-то время они добычу сбили. Уже суммарно уничтожено 96 рабочих. Какая игра продолжается, господа. Реально на полном серьезе в землю перестраивается Харстом. Хотя как тут в землю играть? Ааа! Термал не успел отреагировать. Получил ядро от диза. Как в землю играть на таких узких пространствах против Мехтерна? Против масс-танкового. Вы вообще понимаете или нет? Харстом такое ощущение, что просто хочет по максимуму здесь ресурсы выкачать. Понимаете, в чем его логика? Типа, он потерял больше ресурсов, чем соперник, но он зато и добудет весь центр. И дальше, если он добудет свою половину карты, то у него все будет в порядке. Понимаете логику, да? Тут как будто бы на 6000 потерянных ресурсов больше, но Харстом должен был больше добыть. Прям намного больше, чем эти 6000 разницы. Тем более, он газового он сколько выкачал. Две богатых газилки полностью пустые. Темплеры архива пошли. Действительно прям полноценно перестраивается сейчас в землю протошип и файр и Беллион. Вот уже и первая призма есть. Призма, которая пытается не палить Харстом. Вот-вот доделается чардж. И начиная с этого момента, конечно, армия ТОСа очень боеспособна. Посмотрите, тут хелбатов нет. Тут ни одного хелбата и ни одной мины. На самом деле, это потенциально очень опасно. Харстом здесь три базы полноценные качает. И у него еще база дома есть, которую барак мешает поставить. Отдает центр карты Харстом. Не без борьбы. Да, тут дизрапторы пытаются местами что-то где-то поотжимать. И вот сейчас они как раз подходят на расстояние выстрела, но танки успели уйти. А вот это реально опасно. Вот это очень опасно, потому что у Харстома есть возможность еще и даварп какой-то сделать. Прямо на мейн мех терна. Не очень мобильного. Он может попробовать вернуться викингами, но тогда танки, танки без прикрытия останутся именно на это. И рассчитывает Харстом. Харстом понимает, что сейчас все викинги просто полетят домой. А здесь голые танки. Здесь вообще ничего нет. Эти танки будут просто разорваны зелками. Ребят, узкий проход. Вот, правда, вот тут я не знаю, кто кого, что за жесть. Чарт зелоты в узком проходе против танков. Ничего не понятно в этом сражении. Но зелоты, похоже, таки прорываются и разбирают все танки. Все до единого. Дизрапторы пытаются поймать место приземления викинга. Викинги в итоге приземляются намного позже. Здесь что? Здесь какой-то один несчастный зелот остался. Викинги приземлились. Они таки разбирают. Таки разбирают это войско. Имморталы просто до победного пытаются вцепиться в танк. Все танки вроде как удалось забрать. Здесь новый до варп чардж зелотов. Жесть, как это происходит. Что дальше будет делать Харстом? Ну, у Харстома всего 8 варбиетов. Вот если бы у него было варбиетов штук 20 сейчас. Представляете? 20 зелотов на мейне. Вот все эти минералы конвертировать. Это же вообще жесть. Тут и без того жесть, потому что зелоты кругом забегают. Такое ощущение, как будто вот здесь проксипилон есть. Но Харстом просто раз за разом очень четко распределяет свои войска. Но здесь зелоты работают просто бесподобно. Ещё и смотрите, какая проблема у термала. У термал грейды не делает. У термал остановился на грейдах 1-1 на воздух. На земле у него вообще 0-1, понимаете? Это реально проблема. Вот эта призма, правда, прилетела отдаваться. Непонятно зачем. И это ошибка Харстома. Но в остальном, честно говоря, у термал в очень плохой ситуации. Именно из-за грейдов. Там, во, пошли наконец-то 1-1. Ну, сейчас грейды 2 и 1 на щиты против 0-1. Но это терпимо. Вот если бы было там ещё и плюс 3 на атаку и вообще не было грейдов у Мехтерна. Это прям было бы совсем плохо. Призма на остров. Да, это тоже может быть болезненно для Марка. Если вообще дизрапторы как-то не пойми как просочились. Здесь казалось, что вообще глухая стенка. Но дизы через неё проходят. Как-то. Тут, впрочем, есть другие варианты, как можно между этих баз перемещаться. Наконец-то взял Харстом свой кармашек. И эту базу он тоже наконец-то может поставить. У него 3000 минералов. Да, давар на остров. Это прям неприятно. Уже 13 гейтов, кстати говоря, у Протаса. Викинги нашли уязвимое место. Нашли незащищённую локацию Тоса. Но Харстом быстро реагирует. Ну и вот Протас тоже нашёл незащищённую локацию Терна. Терн, конечно, отреагирует. Но не настолько быстро и безболезненно. Здесь большие потери были. Суммарно 129 рабочих уже потеряно. В центре очень мало денег осталось, конечно. Тут борьба за центр даже непонятно вообще. Есть смысл её вести или нет. Викинги нашли эту призму. В итоге просто уничтожено всё. А тут пошли дарки. У дарков нет блинка. Тут редки, поэтому, скорее всего, они мимо толком не пройдут. Но они в итоге решили вот так. Вот так прям попробовать не дать танкам уйти красиво. Харстом-то зажал по итогу, да? Блинка только всё ещё нет. Только что это заметил Харстом. А у него тут и сталкеров нет, поэтому... Даже непонятно, как он это заметил. Снова викинги вернулись на эту локацию. Снова и в центре экшен, и на базах экшен. Какая же жесть. Как забавно работает эта карта, сделанная явно картоделом-любителем. Может быть, это даже вообще его одно из первых творений. Но согласитесь, но это прям круто! Это прям круто всё, что здесь происходит. Тут, безусловно, игрокам респект, потому что они эту карту шикарно раскручивают. Но всё равно факт остаётся фактом. Здесь прям очень небанальный такой сценарий проворачивают. Харстом с утермалом. Мазершип заказывает протас. Ой, ну вот, мне кажется, здесь прям тяжело. Тяжело будет терна выбивать. Попробует при помощи призмы сейчас что-то провернуть Харстом. А у него лимита нет, лол. Да, у него 199 лимита. Он даже ничего даварпать не может на эту призму, даже если бы хотел. Пробок уже отдавать, да вроде бы рано. 80 пробок им есть откуда качать. Всё ещё, кстати, эта база не поставлена. Я не понимаю, почему, может, Харстом о ней забыл. Вот в это узкое место наламываться просто невозможно, мне кажется. Абсолютно невозможно. Здесь реально единственный вариант. Это либо выманить терна на более широкое пространство. Либо реколом пробовать зайти ему в тыл. Ну, это вообще жесть. Это прям будет слив без потерь со стороны терна. На таком количестве либераторов, холватов, ещё викинги сядут. И там никто никуда не пройдёт. Неплохо здесь попал Харстом. Харстом всё пытается получить Мазершип. Но Мазершип, он тоже в лоб, он не повоюет. Тут слишком много викингов. Мазершип, это чисто для рекола в тыл. Эту базу ещё не выкачал и близко голландец. Поэтому, ну, в смысле, тут оба голландцы. Бротас не выкачал. Поэтому тут нужно ещё немного потерпеть. Да, Мазершип явно улетает с намерением контратаку провести. Варпризма куда-то вперёд полетела. Утермал уже чувствует себя как дома на половине карты соперника. Эту базу придётся отдавать наверняка Харстому. Харстом периодически провоцирует соперника выстрелами дизрапторов. Здесь тоже призма полетела. Посмотрите, две призмы вообще в разных частях карты. Ну, одна, видимо, только что где-то погибла, да, на этих туретках. Или на чём, да, вот на этой туретке, у которой одно убийство есть. Харстом абсолютно не может на это нападать. Но, опять-таки, Мазершип есть. Мазершип готов к реколу. Здесь призма есть, которая может буквально одного юнита даварпать. И темпесты заказаны. Опа! Снова перестраивается воздух. Протас Шупи Фай Ребелиан. Да, здесь даварп буквально одного зилата. Ну, почему бы и нет? 13 пробок потерял Харстом. Харстом облетает. Пока не видит этот Мазершип соперника у термал. У термал уже здесь командный центр ставит. Пытается обосноваться на половине карты соперника. Но сюрприз! Мазершип! У которого более сотни единиц энергии. То есть хватает маны на рекол. Делает рекол наземной армии прямо на мейн к Мехтерану. Так-так-так. Всё, домой. ПФ-2 домой. Да, это единственный вариант для у термала. По-другому никак. Мехтеран вообще не имеет права в такой ситуации армию уделить. Абсолютно никакого. Продакшн в воздухе будет у термала сейчас. И тут ещё викинги как неприятно попадаются под Архонов. И Мазершип даже выжил. Нужны ещё сканы. Здесь куча викингов и либераторов прилетела. Окей, это сразу минус Мазершип. Харстом как будто бы заперт на мейне соперника. Но напомним, что есть реколы на Нексус. Поэтому это войско можно увезти или его часть. Если захочет это делать Протас. Захочет или нет. Нет, он разбирает всех либераторов. Он продолжает удраться. Очень, очень большие проблемы у термала. Тысяча газа в запасе. Это не так уж и много. Фэктори приходится восстанавливать с нуля. Здесь ещё до варп сталкеров наверху. Наверху добычи газа нет. На острове добычи газа и вообще какой-либо добычи нет. Здесь добычи газа тоже нет. Подождите, у термала вообще газ добывает. Так, чуть-чуть. Еле-еле на двух базах фактически. Даже на полутора может быть. Проблема у термала. У Харстома-то, конечно, сейчас хватает денег. Здесь недостроенный командный центр по итогу. Давайте на добычу посмотрим. Добыча больше у Протаса. Хотя не то чтобы прям на много. Больше. Добыча там примерно равная. Эта армия, конечно, в заперти, да. Но зато террин потерял свой мейн полностью. Это вроде довольно неплохие расклады для Харстома. Харстом продолжает этим войском путешествовать по мейну соперника. Тут пробка просто спокойно мимо Либератора проехала. Её ничего не смущает. Можно инженерку забрать тут. Почему нет? Можно в любой момент уйти реколом. Напоминаем. И Харстом просто перестраивается в масс-воздух сейчас. Да, он видит, что против земли там очень немыслимо много Либераторов. Ребят, 17 Либераторов у Терны. Это просто жесть. Харстом пытается как-то подраться здесь. Но я не думаю, что это возможно. Видите, что Либераторы вытворяют вообще. Они унижают эту армию. Унижают. Всё, пришло время перестроиться обратно в масс-каррера. Видимо, да. И пришло время наконец-то этот Нексус занять. Ну и может быть остров? Здесь Харстом убедился, что соперник не добывает свой остров. Здесь просто каким-то заказом выбивает соперника со своей половины карты Харстом. Ну а центр что? Центр. Тут осталось совсем чуть-чуть минералов. Часть которых, впрочем, у Термала успевает добыть. И, кстати, у Термала бы здесь пригодилась планетарная крепость, как мне кажется. Ещё вот у Термала инженерку потеряла. А там было бы здорово заказать апгрейды на прочность зданиям и на дальность атаки. Планетаркам и туреткам. Но, видимо, это как-то в другой раз. Ну да, здесь Харстом делает вид, что армии у него нет. У Термала верит. Раскладывается Либераторами. И Харстом убегает. Да, Харстом делает вид, что всё, кончено. Никакой армии абсолютно. А у него там азершипы, керреры и темпесты, и всё на свете. Здесь танки зажаты, такое ощущение, да? Тут просто роли-поинты такие, застройка такая, что танки никуда не выйдут. Ну и чёрт с ними. Они там скорее полезны дома. Так, что будет делать дальше Терен? Он просто... Он складывается обратно Либераторами. Либераторами и Викингами летит вперёд воевать. С войском соперника. Сейчас и проверим эту гипотезу, что Либераторы контрят масс-керреров с темпестами. Ну-ка. Ну, Либераторами непонятно, насколько контрят, да и вообще непонятно, насколько тут армия Терна справляется. Помни, насколько не справляется. Там, правда, разложены и танки. Это неприятно для сталкеров, но это не смущает Харстом. А Харстом идёт вперёд уже Харстом. Выбивает армию оппонента и готовится к очередной контратаке. Да, тут отвратительная ситуация. Надо факту поднять. Надо хотя бы какую-то факту поднять, чтобы танки могли проехать. Ой-ёй-ёй, танки не могут проехать. У Термал не может защитить центр. Центр снова завоёвывает Харстом. Какая игра! Какая немыслимая игра продолжается уже полчаса. Космический бой. Просто сумасшедшие здесь происходят. Ещё по потерям. По потерям по-прежнему чуть лучше разменивался Терн. Сможет ли сейчас пробить вот эту стенку из Либераторов и Планетарок и Викинговых Албатов Протас? Непонятно. Один Демпест его сейчас легко. Ваншотнут Викинги. Викингов Грейды 2-2. У нас земного меха 1-2. Да, тут такая игра, что просто нет времени думать об апгрейдах. Так, Марк этого недостаточно. Да, две факты пришлось поднять. И, наконец-то, справился у Термал с этой бедою. С этой проблемой. Со своей застройкой. Здесь орбитальная станция сесть не может. Нужно разрулить Викингами. Здесь ещё не все ресурсы добыты. Можно попробовать добыть то, что там осталось. Благо, пробок хватает Харстому. Да, Харстому, наконец-то, начал эту базу качать. У Харстома хорошая экономика сейчас, да. Он намного больше добывает и по газу, и по минералам, чем у Термал. Где-то на 500 минералов в минуту и на, там, 300-400 газа. Вообще, самое забавное, ребят, что полчаса и далеко не все апгрейды сделаны игроками. Потому что такие вещи происходят на карте. Физически не успеваешь понять вообще, что где как происходит. И не успеваешь вспомнить, подумать о том, что да, тебе на самом-то деле ещё и апгрейды какие-то дополнительные нужны. Во что дальше перестраивается Харстом? Харстом добавляет Темплеров с апгрейдом на Шторм. Напрашивалось, соглашусь. Тут очень много было викингов и либераторов, и, конечно, они иногда так летали, что прям просился какой-то вкусный шторм по ним. Харстом, мне кажется, можно попробовать сделать рекол такой, знаете, вот через мёртвую зону. Соперник здесь, окей, мы просто сюда пролетаем мазершипом, делаем рекол. Почему нет? А здесь что происходит? Перехвачена призма с Темплерами и врывается одним либератором при поддержке масс викингов на базу соперника у Термал. Что делает Харстом? Харстом в этот момент просто нападает. Он понимает, что здесь недостаточно антиэра. Сталкеры просто суицидные. Какой-то блинг устраивает, но... А что, а что, а что делает Харстом? А Харстом в итоге понимает, что сейчас вернутся викинги, и его карьерам будет больно. А что, что сделал Харстом? У Харстома здесь остался теперь только воздух, врываются викинги. Да, будет таймварп, который замедлит этих викингов, и скорость атаки у них тоже заберёт. И ещё один таймварп расходует Харстом. Темплеры подошли, вот в чём задумка. Таймварп есть, Темплеры им не доделал сыграть на Шторм. Да и не хватило, чтобы всех викингов под таймварпом заштормить. И вы представляете, какой это был бы экшен. Что вообще с этими викингами бы произошло? Они бы там были аннигилированы этим Штормом. Так, ну у Харстома тут проблемки намечаются, конечно. Он их сам себе придумал, мне кажется, своим странным блинком сталкеров в танке. Мне кажется, он недооценил войско соперника. Посмотрите, как собирается застраиваться у Термал на половине карты врага, после того, как ему удалось его пропушить. Тут всё очень серьёзно. У Дарков нет блинка, кстати, всё ещё. Они не могут нормально никуда запрыгивать. Но они могут просто подойти и повырубать танки, нет? А тут Термала мгновенная реакция. Чем выбивать? Чем выбивать дальше войско соперника планирует Протас? Пока только сталкеры и керреры у него. Ещё сталкеры подошли. Плохо, 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 плохо. Уходит Харстом. Может попробовать в случае чего рекол? Но его здесь прямо запирает. И как основательно у Термал подходит к этому запиранию мазершипа? Нет. Делаются керреры, делается призма. Есть ещё темплеры, которые могут заштормить. Но это на самом деле уже похоже на ГГ. У Термала 200 лимита и он выбивает здесь всё. У Харстома, правда, внезапно начал добывать остров. И основная добыча у него здесь. Стоп! Харстому экономически вообще плевать. Да, вот эту локацию жалко. Но основные добывающие мощности это абсолютно не здесь. Посмотрите, в два раза больше минералов, в полтора раза больше газа добывает Харстом. У него 200 лимита, он там ещё себе какой-то лимит освободил. У Термала потенциально, что остров есть, вот эта база есть. А так-то у него там не особо какая-то добыча осталась. Бросается в атаку Харстом просто вот так вот в лоб, потому что 11 керреров у него есть. Есть штормы, есть призма со штормами. Темплеры высаживаются! Танки по ним стреляют, пока не удаётся заштормить. Но удалось, по крайней мере, прогнать викингов и за это время разобрать танки. Это тоже работает! Это тоже работает, потому что если не будет танков, то уже и призма не нужна. Уже и темплеры сами по себе справятся. Харстом снова прорвал эту блокаду! Просто невероятная игра! У Термала газа нет! У него, просто посмотрите, 136 лимита и вообще нет газа. Ему срочно нужен вот этот богатый газ. Там, правда, всего полторы тысячи, но тем не менее. А где ещё? А здесь идёт какая-то добыча. 1600 газа ещё есть. Окей, допустим. Ну и, в принципе, на этом всё. По потерянным ресурсам мы видим, что Протас меньше газа потерял и больше минерала. Вот в чём дело. Уже, кстати, сколько суммарно? 200 и 16 рабочих удалось уничтожить в этой игре. Обоим игрокам больше убил Терран. Протас учим наоборот. Ну да, тут главная проблема для Террана заключается в том, что он слишком много газа потерял. А соперник больше газа добыл, потому что он добыл весь центр. Надо срочно добывать эту базу на острове, это понятно. А дальше у Термала что делать не очевидно? Наверное, надо вспомнить о том, что на карте есть вот такие ресурсы и попробовать их подобывать. Не правда ли? Какой ещё тут может быть план? Обстроиться масса с туретками, да, это тоже вариант. Но была потеряна инженерка, туретки без апгрейда на прочность и без апгрейда на дальность атаки. Вот это неприятно. Они не настолько хороши в таком формате против карьеров. Его сейчас жалко будет тратить суммарно 350 газа на эти апгрейды. 3-3 зато. Вот это, конечно, ключевые грейды для викингов. Только сейчас их доделает у Термал. Харстон восстанавливает здесь локацию даже с фотонками и батарейками. Вот это я не уверен. Мне кажется, фотонки и батарейки можно смело здесь ставить и ещё додобыть те минералы, которые остались на золоте. Немыслимая, эпичная, крутейшая игра продолжается. И в ней всё ещё ничего не понятно. Абсолютно. Вам всё понятно? Ну-ка, ребят, поделитесь, кто тут победит. Есть информация какая-то проверенная. Ну, без перемотки видео в конец, конечно. Проверенной информации пока не хватает. 3-3 наконец-то будут получены Тераном. Харстон забирает бесполезных юнитов зилота и сталкеры. Ему не нужны две призмы с темплерами для штормеров. Так. Я прям ручонки-то потираю, ребят. Вот это скилл подъехал от протаса, да? Когда протаса заставляет такими лимитами пользоваться, чтобы призмой перевозить темплера. Это прям жесть какая-то. Продолжает, кстати, обстраиваться у термал туретками без грейдов. Видя, что у соперника именно что масс-каррер и мазершип. Шестнадцать карреров и одиннадцать хай-темпларов. Термал, конечно, уже успеет 200 лимита получить. Вы посмотрите на это. Мне кажется, у термала не пробить за такой стенкой вообще никак. Но вот как у термала может слиться, он может просто подставиться под шторм. С другой стороны, если штормов не будет, я абсолютно уверен, что викинги с 3-3 под туретками войско-протаса разберут. У термала минералов очень много, ребят. Поверьте, он там столько этих туреток может поставить, он всю карту может заставить туретками. Там, кстати, нет темпестов, которые, например, могли бы бесплатно выбивать эти туретки. Ну, как бесплатно, там тоже викинги могут подлететь, их выбить. Да, Харстом, кажется, собирается здесь добавлять стату барону. И Харстом нашел точку, которая плохо защищена. Точку, в которой туреток маловато. Ревелейшн! Успевает он бросить по всем этим викингам и шторм пошел. Да, тут призма с хайт-эмпларами, поэтому так просто викинги не полетают. Либераторов добавляет Марк. Интересное решение. Викинги просто на интерсепторов размениваются, но терм потеряет очень много. Терен может все эти командные центры, кстати, потерять, которые так и не превратились в орбитальные станции. Почему? Потому что барак был потерян. И новый барак у термала так и не заказал и не построил. Очень тяжело здесь у термалу найти возможность для драки, да. Потому что любое неудачное движение викингами это сразу шторм. Ну все, весь север Харстом успешно зачистил. Теперь осталась вот эта твердыня. Ну и остров. Стоп, можно же полететь на остров и выбить добычу. А можно просто пойти до конца, как хочет, видимо, сделать Харст. Мазершип потерян. Но снова высаживаются хайт-эмплары. Снова они заштормили викингов. Есть одна призма, призма! Другую призму зафокусил у термал. Не ту, в которой темплеры сидели. Пустую призму забрал Марк. Фантастика какая происходит. Харстом комфортно себя чувствует в плане экономики. Очень комфортно. Посмотрите на эту добычу. У Харстома все здорово. Он летит выбивать сопернику острова. Это ключевой момент игры. И там снова призма с хайт-эмпларами. Если Марк потеряет остров, все кончено. Он не имеет права терять остров. Ему нужно драться за остров. Драться и выигрывать это сражение. Прилетают викинги минус призма. Один темплар. Один шторм остался. Один шторм. Просто один единственный шторм и все. Так. Либераторами пытается отзонить этого темплера у термал. Очень грамотно. Очень грамотно. Реально можно просто попробовать убить этого хайт-эмплара. И рекол под прикрытием хайт-эмплара спасает реколом своих карриеров Харстом. Он бы их потерял. Безусловно. Без шторма здесь вообще каши бы никак не сварил. Харстом и просто эти 12 карриеров были бы уничтожены викингами. Но Харстом спасся. Вопрос в том, сколько газа осталось. 400 газа осталось у Протса. Весь остальное он должен был добыть. Нет? Нет. Здесь еще 600 газа есть. И здесь он еще... О, здесь 1600. Ничего себе. Не хватает газа, ребят, у Протаса. Протасу хватает ресурсов, пока тут рабочий запиливал хайт-эмплара. А Либератор ему помог. У Термала что делает? Сенсорную вышку просто ставит для того, чтобы... Мониторить момент, когда его попробуют облететь сверху. А для чего его облетать сверху? Для того, чтобы он остров не добывал, понимаете? Понимаете, зачем там сенсорная вышка? Здесь очень много туреток, конечно. Даже без апгрейдов на дальность и прочность. Это очень неприятный... Такой... Как это назвать? Бастион, что ли? Терановский. Ну да, если нам нужно слово мужского рода, то это явно Бастион. Который так просто не взять. 119 боевого лимита на 135 грейды. 3-3-2 на 3-3 воздушный. 2-3 наземный Терана. И Мазершип новый делает Харстом. Снова попробует что-то реколом придумать. Хайт Эмплары подходят, но опасно, потому что есть танки, да, есть сканы. Танки не прощают Хайт Эмпларов. Медиак тем временем перевозит рабочих на остров. Все правильно, Марк. Надо перевозить рабочих, и надо начинать прям полноценно, максимально полноценно остров добывать. Ну, газ больше... Я не понимаю, откуда еще газ качается у термола? Вот здесь, да, какие-то крохи есть. 1400 газа еще вот здесь, понятно. А тут как раз готовится, возможно, под лед сюда. Нет? Ну, опасно, опасно маневрирует Харстом. Харстом готов к сражению. 135 боевого лимита на 131. Максимальные апгрейды, максимально дорогие армии. 9500 минералов, 6000 газов. Стоимость армии Протаса 8000 на 4700. Стоимость армии Терана. Терана преимущество, что на воздух прям полноценные 3-3. У Протаса все-таки щитов не хватает. Плюс 2 на армор щитов. Это недостаточно много. Все от этой призмы зависит, ребят. Реально, все от нее зависит. Если эта призма будет потеряна, это прям катастрофа. Добыча пошла, наконец-то. Где-то там пробки теряются. Пробки поехали умирать у Харстома. Вот так. Здесь я даже не понимаю, зачем заходил Харстом. Может, он сенсорную вышку хотел забрать. Викинги тем временем. Как они опасно подставились. Но в итоге, похоже, минус керриер, да. И при этом ничего не потерял Марк. Грамотно сыграно. Да, 20 пробок отдал Харстом. Для того, чтобы собрать больше боевого лимита. Он еще трех керриеров заказал. Перераскладываются либераторы. Нельзя подпускать темплеров к викингам. Это самая главная задача. Где медиак тут летает? Медиак еще загружает рабочих. И куда-то их там перевезет на остров. Ну, а керриеры просто пошли вот так напролом на эти туретки. Ну, я не знаю. Это очень опасно. Потому что, когда интерсепторы закончатся, тут керриеры прям совсем ничего не смогут противопоставить этим викингам. Так, все. Тормал передумал. Решил, что СТВ нужны для новых туреток. Окей, может быть. Я не уверен, что просто сейчас нормальные вещи делает. Потому что по газу уже почти равные потери по минералам. Протс потерял намного больше просто так трейдить интерсепторов. Ну, я не знаю. Он, опять же, больше ресурсов добыл за счет золота. Но сейчас уже не оценить, насколько больше. Осталось у Протса совсем чуть-чуть газа. Но минералов 10 тысяч, да. Это пока солидно смотрится. Согласен. Да, еще перевозят рабочих у термал. Обстраивается у термал туретками. Хастом пытается его здесь пробить. Снова выпускает интерсепторов. Конечно, как же сильно бы помогали апгрейды, да, на прочности. Дальность атаки этим туреткам. Хайтамплары не могут подойти из-за планетарной крепости. Ну и плюс танки внизу. Есть танки сейчас перераскладывая эту термал. Попытается чуть с другой стороны. Фокуснул планетарку. Фокуснул планетарку Хастом. Но танки успели выстрелить по хайтампларам. Осталось два хайтамплара. Один очень битый. До танков добираются карьеры. Викинги подлетели. Есть минус карьер. Окей. И сейчас минус мазершип. Можно сделать. Мазершип бросает таймвард. Викинги успевают от него отступить. Так. Ни одного шторма пока и не бросил. Протос. Один шторм есть. Есть попадание по части викингов. Куча викингов битых. Либераторы раскладываются. Продолжается здесь сражение. Отступил. Нужно немного перегруппироваться Харстом. У Харстома больше денег. Он попытается даже с невыгодными разменами додавить соперника. Просто додавить. Уже и больше газа потерял Протос, чем Террен. Но опять же ему кажется, что он может себе это позволить. Медивак здесь летает вместе со всем этим войском. А что же ресурсы на островах? Спросите вы, что же эти ресурсы? Непонятно, что с ними. Может быть, стоит отправить какую-то экспедицию на этот остров? Друзья. Скоро узнаем. Скоро узнаем, что по островам. Еще пробки отправились умирать. Просто жесть какая-то. Очень много пробок сейчас отдает Харстом. Пробки уже туретку запиливают. Ничего себе. Пришлось посадить одного викинга, но он разберется. 137 боевого лимита на 152. Еще более дорогую жесткую армию собирает Протос. Протос дождется Мазершипа, наверное, еще. Так, а здесь что? Здесь Марк. Собирает. Собирает рабочих и летит на островную экспедицию, друзья. Да, ему нужен газ или минералы, или газ. Все нужно. Все нужно у Термалу. Он прилетает медиваком. И пытается высадить. И... И... И ничего не получается! Это мертвая зона, и сюда нельзя высадить рабочих авторкарты. Почему? Почему? Зачем ты это сделал? Зачем здесь ресурсы на островах, которые никак нельзя выкачать? Туда даже мулов не бросить, понимаете? Это просто мертвая зона. А Харстом тем временем обстраивается с батарейками. А у Термал понимает, что его деньги на самом-то деле кончились. Все, что у него осталось, это крохи на этой базе. Все, последняя единица газа тераном добыта. Газа у него больше нет! Абсолютно. Островные ресурсы недоступны. Здесь ресурсы кончились. Остались только минералы. У Протаса, впрочем, тоже. Только здесь 300 единиц газа. А дальше убьют ли... О, давайте представим. Терн разбирает армию Протаса. Чардж Зилла-то выигрывает игру? Могут свести ее в ничью. А! Нельзя получать шторм, но викинги полетали. Жестко полетали под штормом. Он еще рабочих на остров перевозит у Термал. Да, батарейки здесь сильно меняют расклады. Темпесты под Ревелэйшеном просто подлетают и выбивают Либератора в отвратительной ситуации для Утермала. Он ничего не может сделать. Ему не хватает юнитов для инициации. И если инициировать, то идти вперед под штормы и под батарейки это Марк себе не может позволить. Он отступил под Туретки. Может быть, так ему будет проще. Еще Ревелэйшен! Забирает Оракула напоследок Марк. Скоро закончится газ у Протаса, и он новых Оракулов строить не сможет. Но пока это произойдет, здесь может быть нанесен непоправимый урон. Нулевой инком газа у Террано. У Протаса опять-таки вот эти крохи. Последний газ добывается прямо сейчас. 162 боевого лимита. Безумно дорогая армия. 10600 на 6700 у Харстама, но... Он потерял Оракула, хоть и бросил предсмертный Ревелэйшен. Еще шаг вперед делают Эмпесты и Темплеры! Шторм! Шторм попал по Викингам. Очень больно попал. Осталось всего лишь 3 Либератора. Один танк здесь на 7 ГП. Может быть, и он бы помог как-то. Хотя бы минимально. 36 газа. Последний газ у Террано. Аааа! Не получить шторм! Ну, вроде как от этого шторма там более-менее разбежался у Термала в разные стороны. 55 Викингов у него. Это все еще достаточно для того, чтобы убить просто 17 керреров. Но тут уже приходится рисковать. Приходится наступать. Террано есть минус керрер. Раз! Не все интерсепторы были выпущены. Смело раскладываются Либераторы. В узком месте Темплером не так просто подходить. Термал летит вперед. Викингами подошли Темплеры в зону действия Либератора. Минус один Темплера. Есть еще один с фуллмана. И вот он. Он. Он тоже умер. Как у Термала это сделал? Нет ни одного шторма. Здесь где-то два хайта плара. Вот они в призме. Они в призме, которую спрятал Харстом. Гениально сыграны Харстомом. Я даже не понял, откуда он взял эту призму. Но он ее таки достал из рукава в решающий момент. Заштормил викингов и выиграл. Игру просто бесподобный. Бесподобный космический бой на невероятной карте. Где есть золото и газ на острове. А попасть туда никак нельзя. Надеюсь вам понравилось. Для вас работал Alex007. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь отзывами в комментариях. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok